В течение всего дня, 8 мая и утром в сам День Победы, до общегородского митинга на Аллее Победы у Вечного Огня, буйские школьники несут вахту памяти. Каждая школа стоит в карауле по полтора часа, караул сменяется каждые 15 минут. Школьники считают честью для себя нести эту вахту, стараются попасть в список тех, кому будет дано такое право. Большая честь, потому что мы храним память о наших родственниках, тех, кто пожертвовал себя в честь светлого неба и мира. Мне показалось легко. Это приятно. Большая честь, очень приятно, что нас сюда поставили. Что для вас значит День Победы? Это великий праздник, мы не должны о нем забывать. Люди сделали огромный подвиг для нас, чтобы мы жили под мирным небом. На почетный караул приходят посмотреть еще накануне Дня Победы. 8 мая буявляне всех возрастов уже несли к Вечному Огню цветы. Фотографировались с участниками вахты памяти. Сегодня мы сопровождаем наших обучающих, которые стоят в почетном карауле. Мы очень долго выбирали кандидатуры и все-таки решили отметить за какие-то достижения. У нас патриотическая работа очень хорошо развита в школе. Поэтому у нас в преддверии нынешнего караула был плацпарад, который мы на зональных соревнованиях выступали. Правда, впервые выступали, но очень с честью выступили, очень хорошо. Далее у нас была военно-патриотическая игра «Зарница». Чтобы стимулировать ребят, мы решили их поощрить, задействовать их почетный караул в преддверии праздника Дня Победы. Настроение очень хорошее, тем более погода благоволит радости. Сегодня у нас митинг прошел еще у школы. И все вот эти ветераны, которые вот ежегодно приходят к нам, и вот, знаете, вот такое вот чувство переполняет эти ощущения. И гордость за наших ветеранов, и гордость за наших детей, которые вот участвуют во всех вот этих патриотических мероприятиях. И, конечно, очень жаль тех, кто ушел из жизни, и сегодня с нами их нет. Вечная им память. Вечная им память.